Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня моё видео для всех тех людей, кто любит своих домашних животных, кошек, собак, кому они не безразличны, у кого, возможно, они болеют. Если вы хотите их вылечить, то данное видео будет для вас. Сегодня не только речь пойдёт про корма как основу здоровья, ведь ещё Гиппократ говорил относительно людей, ну какая разница? Всё то же самое, что пусть пища будет лекарством, а лекарство пищей, то есть так должно быть. Но мы, люди, извратили свою жизнь, давно уже едим несвойственную нам, как виду, пищу и, соответственно, имеем очень много болезней, в том числе по этой причине. Ну и наших животных мы кормим человеческой порой пищей, либо непонятным мусором отбросами, которые производители крупные делают, и вы считаете, что это по рекламе отборное там мясо и так далее. Всё это, конечно, ложь, не так. Ну, либо кормить их со своего стола, а опытные ветеринары, серьёзные ветврачи, профессора, конечно же, прекрасно понимают, что все болезни, которые у ваших питомцев есть, то есть которые являются такими же человеческими болезнями от разных форм онкологии до язвы, проблем сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательной и так далее, всё это именно в главной степени по причинам неадекватного, неестественного, невидового питания для ваших животных. В природе кошки, собаки, а это существа природные, биологические, они должны есть что? Мясо, понятно, кошки, мышек ловить и так далее, но понятно, что мы в нашей жизни этого делать не будем, потому появились корма. Корма, вроде бы, сделаны из таких вот продуктов, о которых рассказывают по телевидению с рекламных роликов. Ну, вы сами подумайте, может ли быть какое-то отборное мясо или что-то такое там? Если людям реально чистой еды натуральной не хватает, и вы уже знаете, что колбасы это там 90% соевой, генномодифицированной муки, потому что эта мука на 300% увеличивает массу, вбирая в себя воду, ну и так далее, и так далее, так вот, неужели вы думаете, что для кошек и собак делают корма натуральной? Не удивляйтесь, почему у вас болезни, они молодеют, то есть не только у людей молодеют, но и у животных. И если вы хотите это прекратить, если вы это считаете неестественным, а это как бы вы ни считали неестественно, можно смириться, конечно, чем угодно, ну что делать, сейчас везде так, так вот, сейчас не везде так, и не всё так, а вот я вам сейчас всё докажу. Итак, многие годы мы выпускаем уникальные корма. Корма, от которых у животных быстро проходят разные болезни. У меня было несколько видеороликов на эти темы, но сейчас будет самое интересное. Я зачитаю вам, распечатал я письма, которые присылают мне вот такие же зрители, как вы, такие же покупатели нашей продукции, ну, для своих домашних питомцев в данном случае. Вот что они пишут, причём тут очень много интересных случаев, что было и стало по здоровью, что говорят ветеринары об этом, ну, в общем, и более того, я скажу здесь ещё некоторые ошибки, покажу людей и дам очень важные подсказки для того, чтобы вы могли эти очень простые действия предпринять и, ну, скажем, избавить животных натуральными методами, от глистов, например, как улучшить обмен веществ и так далее. Слушайте внимательно, так как это всё для вашего блага, так как это для блага ваших любимых, я надеюсь, домашних животных. Итак, поехали. Пишет Полина, 13.04.2020 года. На этот корм мы перешли год назад сразу после серьёзной операции на лёгкие. Кот начал его есть с удовольствием без каких-либо колебаний, хотя он тот ещё привереда. Восстановление прошло отлично, и уже через месяц наш питомец счастливый носился по даче и лазил по деревьям. После перехода на этот корм ни разу ничем не болел, хотя до этого у него часто были болезни. Сейчас наш питомец чувствует себя превосходно, активный, счастливый, а самое главное, здоровый. Благодарим Юрия Андреевича за его благие дела, усердие и заботу о природе. Пишет Светлана. У меня стерилизованная кошка и кот кастрированной породы скотиш-страйт. Возраст 8 лет. Были на натуральном питании очень тяжело. Долго подбирали корма из класса холистик. Вообще, вот до чего сейчас с, ну скажем, с вот разными породами или со стерилизацией животных бедных. Ну понятно, что иногда это, ну что делать? Но возникают проблемы, ведь это же физиология, биохимия, она изменяется, нарушается гормональный фон, и, конечно, возникают те или иные болезни, и какие корма только не придумывают. Но вот тут как раз еще одна мораль, слушайте. Супер премиум пользуются, дорогими кормами, понятно. Перепробовали почти все из популярных хваленых, в том числе и вет-линейки. Проблемы всегда одни и те же. Или отказ от корма, или начиналась аллергия, постоянные расчесы, особенно у кошки, в отчаянии просто. Совершенно случайно через интернет узнали о этом нашем корме. Выписали на пробу одну упаковку, были очень рады, что корм кошкам понравился. Распрощались сразу же с расчесами. Эти породы кошек склонны к заболеванию опорно-двигательного аппарата, и очень радует наличие глюкозамина и хондроитина в корме. Едим его уже полгода в наши корма. Котейки счастливы, и мы вместе с ними. Огромное спасибо, Юрий Андреевич, за ваш труд. Нашей благодарности нет границ. Корм отличный, советуем всем. Я хочу сразу акцентировать внимание для новых зрителей, кто не в теме. Мы выпускаем единственный в мире, я подчеркиваю, серьезный в мире, это не пустые слова, сыроедный корм для кошек и собак, веганский и сыроедный. Про веганство не пугайтесь сейчас, что кошки хищники, собаки хищники, это абсолютно так, дело в другом. Какой состав? То есть ингредиенты, если там, например, говоря о белках, есть все незаменимые аминокислоты в необходимом количестве, если там есть все другие необходимые жизненно важные элементы, а у нас более 40 видов продуктов входят в один корм. Понимаете, не состав из 40 компонентов, там витаминов, минералов, их сотни разных компонентов, а именно 40 продуктов, особых. И поэтому мы сделали все так, над этим годы работы проводились, научно-исследовательские институты подключались там и так далее. Так вот, в мире выпускаются, ну, для тех, кто хочет этический вопрос соблюдать, веганские корма. А у нас, дорогие друзья, не просто веганские, английские, немецкие, как французские, кстати, гораздо более дорогие, да, а гораздо лучше. Почему? А у них жареные, вареные компоненты. Вы поймите, что в природе никто ничего не жарит, не варит. От жарки образуются такие соединения, которых нет в природе, в том числе канцерогенные. Это безумный вред. Вот оттуда корень большинства болезней, плюс качество, ну, того сырья, который туда кидают, которого вы никогда не узнаете. Чем на самом деле кормят, вот, добавляют производители в те корма, которые вы покупаете для своих питомцев, я имею в виду крупных корпораций, которые у всех на слуху, не будем их называть. Так вот, почему такие, как бы чудеса, это не чудеса, это всего лишь биохимия, происходит от наших кормов. Дальше вы услышите, какие еще. Не поленитесь досмотреть все до конца, да, обязательно. Так вот, потому что эти корма не нарушают природу, этику, биохимию процессов. Они созданы благодаря особым технологиям, в том числе вакуумным, дегидраторам. То есть, это такого корма, ну, для человека продуктов практически нет. Вот мы выпускаем, в том числе, уникальные веганские паштеты, соусы сыроедные, причем, где нет термообработки. А значит, все те витамины, минералы, они в неизмененной, естественной той форме и полностью усвояемой форме, как природа и предусмотрела. Ну, или бог боги, во что вы верите, смотря. Но это чистая, простая биохимия. Да, эти корма в производстве дороже. А у нас нет реклам, поэтому мы делаем, примерно держим, пытаемся те цены, которые примерно равны дорогим кормам. Ну, некоторые, еще раз, медицинские корма для животных, дороже наших. Тем не менее, как здоровье и жизнь ваших любимых питомцев можно оценивать? Тем не менее, я продолжу и еще кое-какие свои ремарки вставлю чуть позже. Ирина, у меня стерилизованная кошка возрастом 2 года. Несколько месяцев назад кошка стала очень неактивной, а потом начала выделяться прозрачная слюна без пены. Просто капала во время сна и когда активно глотала, пока ходила. Это я не совсем понял, но неважно. Отнесли сразу к ветврачу. Сделали анализы, задавали уколы. Но я сразу тут хочу сказать, если капают слюни, как, собственно, у детей, вообще у взрослых людей, вот лежа на подушке ночью, слюна течет, значит, у вас есть паразиты и, скорее всего, острицы. Может быть, еще аскориды, других видов возможно, но это точно, 100%. И тут нужна программа. И слава богу, что можно пользоваться не поганой химией, которая убивает почки, печень, кровь, а натуральными. Так вот, посмотрите мое видео гриб-лисичка и животных можно также экстрактом от полисахаридом хиновоноза, который находится в грибе-лисичка, лечить. У нас эти препараты тоже есть. Более того, давайте я сразу скажу, на нашем сайте надgar.ru Есть такой даже раздел теперь, сейчас мой помощник на экране покажет, вы увидите, в котором вы можете посмотреть брошюры общей методики лечения кошек и собак от разных болезней, от мочекаменных до различных с сердцем, с суставами и так далее. Посмотрите непременно. Все эти лечебные, натуральные грибные препараты, а этим занимается наука фунготерапия, есть у нас на сайте. Продолжаем. Намучились сами, кошку всю искололи, так она у нас маленькая, 3 килограмма, давали по 3 укола в день. Кормили пурино-проплан для стерилизованных кошек. Корм от Фролова Юрия Андреевича выходит дороже, но кошка больше насыщается и расход в разы меньше. У нас ведь корм уникальный, он сверхконцентрированный, ну мы как тюбики для космонавтов, понимаете, да, о чем я? А если, вот тут самое главное, посчитать время, нервы, страдания молодого животного и расходы на лечение, то вообще нечего говорить. Вы понимаете? Это к тому, кто говорит, что мол, дорого у нас, я вообще в шоке, я просто в шоке. Вот человек адекватно просто посчитал, нет, я уж не говорю, как и она пишет, о страданиях животных, времени, нервах, а это вообще не оценивается. И это я все проверила на опыте. Покупаю этот корм через сайт А, лавка Фролова в Украине. Да, дело в том, что, дорогие друзья, наш основной сайт надгард.ру вы можете заказывать из любого города страны мира с этого сайта, но на территории Украины есть наши представители, это лавка Фролова в Киеве, можете набрать и найдете сайт сразу этот, так вот там наши продукты, именно наши, не подделка, представлены, можете там покупать смело. Более того, в любые страны Европы, США, Канады, вы можете заказывать прямо оттуда, с нашего представительства на территории Украины. Это будет проще, потому что вы знаете, что против России есть санкции и не всегда таможенники пропускают другие страны, которые против России ввели какие-то санкции в свое время. То есть, например, в Корею, там, Новую Зеландию, Китай, неважно, вот туда, да, Израиль, там, это вы у нас непосредственно можете заказывать на нашем сайте надгард.ру, все приходит прекрасно. А вот в европейские страны, включая Балтику, к сожалению, да, до, вот скажем, США, Канады, это лучше заказывать через сайт наших партнеров лавка Фролова в Киеве. Так вот, покупает человек на сайте на лавку Фролова. Кошка стала намного активнее, намного ласковее, у нее больше не воняет из пасти, вот это еще один характерный признак, кстати, и не только этого икала, кстати, многие пишут, но об этом дальше. А также у нее перестала выпадать шерсть, раньше выпадала, просто круглый год, ну, естественно, во-первых, потому что не хватало кремния, не хватало, может быть, витамина Д3, особенно у кошек, которые не гуляют на улице, понимаете, о чем я? Последнего, ну, о выпадении шерсти я даже не ожидала. Хочу от всей души поблагодарить Юрия Андреевича за этот корм. Очень рад, во благо, очень рад. У меня кот, он шотландец, ну, то есть специфический, довольно-таки, недворовый кот, и у него начались проблемы с шерстью, ну, то есть он начал прям выпадать, прям так вот конкретно, не одна-две пушинки, а нормально, и, ну, кормила разными кормами, все, естественно, популярные там, не буду называть, премиальные корма, то есть пакетики мокрого по 80 рублей за пакетик, естественно, там, в котором 80 грамм, то есть, ну, действительно, и, ну, я очень скептически, конечно, относилась, потому что, ну, как кошка без мяса, ну, как это вообще такое может быть. Имейте скептически, когда наш корм веганский, сыроедный, Да, 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 потому что, ну, я не могла поверить, что, ну, во-первых, что он есть его будет, потому что, ну, как кот без мяса, ну, хотя он у меня ест, там, и водоросли какие-нибудь сушеные, и вот я купила месяц назад, спустя две недели, ну, то есть, ну, да, у него как бы лезет, так чуть-чуть, там, две-три пушиночки вылезает, все, то есть, ну, кот на глазах, он, у него шерсть начала лосниться, и он перестал действительно выпадать, вот прям, ну, для меня удивительный, поэтому вот я пришла еще за кормом, и спасибо большое. Марина Николаевна пишет, заказывала этот корм с некоторой опаской, будут ли есть? Они у меня едят корм супер премиум класса, но проблема есть, у котика хронический панкреатит, в ветклинике говорят, что это уже норма, вот как дошло до чего, ну, и людям говорят, что вы хотите, аритмия у ребенка, ну, это у всех так теперь, теперь, то есть, это когда-то этого не было, сейчас это теперь, ну, с 80-х годов, ничего удивительного нет. В ветклинике говорят, норма, я в шоке, так как у подавляющего числа животных наблюдаются проблемы с печенью, ну, с печенью потом, да, и с поджелудочной железой, и это, а как может быть по-другому, вы чем кормите? Вы что думаете, это действительно для блага животных, то, вот чем вы кормите, покупая вот этих корпораций, корма, я в шоке, вы думаете, я просто поражаюсь? И это еще не все, периодически случаются обострения мочекаменной боли, естественно, мы уже намучились ездить постоянно к ветврачам, ставили даже катетер для отвода мочи, ну, вы представляете, и деньги, и время, нервы, и, так сказать, сколько это стоит, безусловно. Лечение всегда долгое и болезненное, потом я вычитал, что можно лечить травами, что я теперь и делаю в момент обострения, кстати, в наши корма добавляются специальные как раз компоненты из очень многих трав, которые как раз поддерживают, укрепляют и печень, и почки, и другие органы животных, чего, разумеется, нет в мясе даже натуральном, хотя, если уж вы такой сторонник натурального, ну, допустим, то комбикормами вообще тогда не кормите, а просто мясом, там, дичи, или, так сказать, вот, если мы говорим о собаках, ну, хотя бы мясом от бедных животных, травяного от корма, но поскольку я сам веган, и считаю это неэтичным, и понимаю прекрасно, и главное, знаю, что животные дольше будут жить, ваши питомцы, здоровее, вы еще не будете участвовать в убийстве ни в чем не повинных бедных животных, кормить, конечно, веганскими, а тем более, если возможность, теперь уже веганскими, нашими сыроедными кормами, где абсолютно полный состав всех необходимых питательных веществ, от жирных кислот до, так сказать, различных аминокислот, минералов, биофлавоноидов и так далее, чтобы ваши животные были, вот как вы видите, и здоровыми, и даже выздоравливали, вы никакими кормами, никакими лекарствами химическими не добьетесь этого. Результат получается всегда быстрый и хороший, а также быстрее и дешевле, чем если бы месяц возить на лечение ветклинику. Но это уже предисловие. Корм, наш корм, начали есть большой охотой, чему я несказанно рад. И мой котик, которому уже в этом году будет 11 лет, начал играть и носиться по дому, как в молодости, а раньше не вставал с дивана. Почему говорят, что вечно сонное состояние котиков, котов, это норма? В туалет стали ходить лучше, наладился стул, шерсть стала шелковистой, ну, все люди это подмечают. Спасибо. Кстати, посмотрите, какие, вот у нас есть четыре кошечки, ну, прибились когда-то, ну, вернее, там две, потом одна родила, двух котиков, маленьких черныш, вот мы его называем, и такой желтенький. Вот посмотрите, как они бегают, какие они здоровые, лощеные, они в мороз, там на улице, ну, домик поставили с подогревом маленьким, так они тут одну на ночь так заходят погреться. В общем, абсолютно, только нашими кормами кормим. Спасибо огромное, Юрий Андреевич, за ваш труд. Даже про наших любимчиков не забыли. Может быть, вы еще и влажный корм придумаете, потому что они привыкли по утрам есть этот влажный корм в пакетах, лучше этим не кормить, конечно, из химических этих пакетов там. Я прекрасно понимаю, но ничего не могу поделать. Еще раз благодарю за доставку, все очень было хорошо упаковано. Да, наши заказы любые, а у нас более 600 видов продуктов, товаров, приборов различных на нашем сайте надгар.ру для людей, для животных. Так вот, конечно, мы пакуем очень хорошо, очень. У нас большие траты идут на вот эту качественную, очень дорогую, качественную упаковку, чтобы ничего не повредилось в дороге. Своим знакомым я давала пробовать кошку. У одной кошки ей лет 20. Она уже... Долгожете? Там уже рак. Рак, так, да. Она уже не ест корм, отказывается, только пьет. Я принесла ваш корм, и получилось, что она сначала понюхала, потом походила кругами, потом попила водичку и прямо начала кушать. И мне потом звонит и говорит, удивительно, но она кушает. Она уже не ела? Она отказывалась. Уже начала от еды, отказать. Я говорю, обязательно купи, потому что если такая реакция пошла, то нужно продолжать. Кошка еще проживет. Мне самой очень понравился этот корм, как настоящий вид врач, я пробую все. Вот, так. И когда хочется какой-то дряни, я прям чувствую, хочется дряни. Так. Понимаю, что что-то не хватает в организму, я беру прям горст. А, сами. У нас очень многие люди едят. Прям реально вкусно. А что вы на кошачьем? Не знаю, почему на кошачьем. Там с травами особая комбинация. Да, там турина еще. Да, да. Причем да. Так, Лариса Николаевна пишет. Приветствую всех. Действительно счастье, что есть на земле люди, как Юрий Андреевич. Ну, прям неудобно даже. Благодарю, спасибо. Очень ценю это. Спасибо ему за труд и помощь многим людям. Полгода изучаю, пользуюсь продуктами и информацией. Заказываю на надгар.ру, на нашем сайте. В Москве и с доставкой в Крым. Все нравится. Действительно великолепный, вкусный продукт. И упаковка тоже удобная. О результатах по своему здоровью пока не могу ничего сообщить. Нахожусь в процессе. Ну, недавно, видимо, покупал человек. Но есть прекрасный результат по корму для собак. Этот продукт можно выставлять на Нобелевскую премию. Моему Йорку 6 лет. Куча болячек. Особо досаждала сильнейшая аллергия на все продукты. Ну, а как вы думали? На натуралку даже и сухие корма. Врачи толком ничем помочь не могли. Вообще, знаете что? Вот дорогие ветеринарные врачи. Или давайте так. Уважаемые зрители. Вот если вы хотите помочь не только вашим питомцам, вы не эгоисты, а и другим кошечкам и собачкам, обратитесь к ветврачам. Скажите им, этим твердоголовым, зацикленным людям, ну, пусть изучат наши корма, пусть письма эти почитают. Вот о чем видео это покажите, перешлите ветврачам. Скажите обязательно, доктор, посмотрите это видео. Ну, посоветуйте им, ну, пусть они, я в конце концов, вот если не любовь к животным превзобладает, то выгоды. Скажите, что я готов сотрудничать, какой-то процент выплачивать. Мы производим, да, очень много разных продуктов и товаров. Корма для кошек и собак составляют, ну, может быть, пять процентов, не больше от всех моих, ну, скажем, оборотов. Поэтому я не гонюсь тут за какой-то выгодой, прибылью, вот специально. Это хорошо, потому что я на эти деньги могу развивать свои проекты какие-то. Вот как раз мой канал второй, маленький, жизнь на земле, он рассказывает, куда как раз я вкладываю средства, ну, прибыль, да, в землю, в производство и так далее. Так вот, и что вам хочу сказать? Ну, скажите этим врачам, ну, пусть хорошее дело сделают и другим, и себе, уж по крайней мере с выгодой, если не за совесть, то за, не просто, ну, за деньги, да, за какой-то процент по рекомендациям другим, вот, людям. Ну, я понимаю, что, может быть, кому-то выгодно, чтобы ходили люди, как и вот люди сами, чтобы они болели, да, вот фарминдустрии, правящим классом. Важно, чтобы люди были больны, тогда они лучше управляемы, на них можно очень огромные средства сделать. Вы же знаете, например, что люди порой даже сами вот продают и квартиры, и дачи, и машины, чтобы рассчитаться с медицины за какие-то сложные операции, по лечению онкологии, за какие-то специфические редкие препараты. Но ведь это можно избежать в 95% случаев. Смотрите мои лекции, вы будете знать, понимать, о чем я, и поймете, я надеюсь, это сами. Не поверите мне на слово, а поймете, почему. Я просто это объясняю, логически, доступно, аргументированно, что, зачем и почему. Процессы биологические, простым доступным языком, говорю, объясняю. Ну, хорошо. Так вот, врачи толком помочь не могли. Красные бляшки диаметром с двухрублевую монету по всему животу и в паховых зонах с укровицей прошли за одну неделю на наших кормах. Не поверила своим глазам. Вычистились зубки. Налета совсем нет. Раньше чистили ультразвуком. Кто пользовался, знает, какое это удовольствие, в кавычках. Сейчас прошло около двух месяцев. Собака перестала чесаться совсем. Меньше текут глазки. Думаю, и это пройдет. У подружек, кому удавало на пробу, корм те же результаты вызвал. Сейчас пропиваем с мужем антипаразитарный курс. Оно это, который я рекомендую. Кстати, животным тоже давайте. Маленьким, например, кошкам, по пол капсулы содержимого, там, порошок, сладенький полисахарид, поэтому разведете в водичке в небольшом количестве, либо в корм, либо так выпить дадите. Три раза в день, месяц подряд. Собакам по одной капсуле, крупным собакам по две капсулы, три раза в день. Это гриб-лисичка. Препарат наш, вот этот, который вы можете приобрести на нашем сайте надgar.ру. Два раза в год. И людям и животным я рекомендую проходить полную антипаразитарную программу. Ну, животным хотя бы вот гриб-лисичка. По другим болезням еще раз. Увидите по ссылочке. Вот ссылка будет, кстати, под этим видео. Имейте в виду. Вообще ссылки под этим видео смотрите. Жаль, что нет рекомендаций для маленьких собак. Но теперь есть. Для маленьких собак, как для кошек. Я бы воспользовалась. Замечательный, как оказалось, удобные каши. Наши сыроедные, кстати, первые в мире сыроедные каши. То есть, они проращиваются зерна, давятся, сушатся в вакуумных дегидраторах и делают с определенной смеси. Поэтому они не вредны, как жареные. Я имею в виду жареное сырье изначальной присушки. Есть еще одно пожелание сделать, как вариант, без добавок, только крупа. Ну, питаюсь по анализу крови и так далее. Ну, в общем... А, шампуни и мыло. Наша. Бомба. Ну, кстати, уникальные мыла и шампуни. И, кстати, имиджи мы моем своих кошек, например. Вот, например, у нас Майнкун есть. Вот можете посмотреть маленький кусочек из прошлого видео ответа на вопрос, как он ко мне тут по-наглому залезал на стол, когда я записи эту делал, да? Ах ты, ах ты, курс, ах ты, мягенький курс. Ах, 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 я тебя поваляю. Поваляю тебя. Так вот, наши мыла и шампуни содержат... Мы даже основу делаем сами. То есть, не покупаем, как вот те, знаете, ручной работы. Они же как берут основу, покупают. Там глицерин уже и другие прелести. А потом, да, пусть даже добавляют натуральные эфиры масла. А у нас даже основа сделана только из натуральных масел. А всего до 13-15 видов масел в одном виде мыла, эфиры, вода и больше ничего. То есть, это абсолютно экологически чистые мыла и шампуни. Я очень рекомендую вам их попробовать. Ну, кто пробует, ценит. Мыло и шампуни – бомба. Ароматы замечательные. Хорошо пенятся и смываются. Кстати, вот этого добиться очень сложно натуральными мерами. Тысячи экспериментов за годы были пройдены, чтобы создать такую основу. Кстати, из шести масел. Ноты у музыкантов семь. Сколько миллионов комбинаций, возможно. Вот шесть почти то же самое. Это чудо. Чтобы они и мылились, и смывались хорошо. Всем отлично, здоровья, хорошего настроения. Ждем новых видео и продуктов. Благодарю. Пишет Мария. Добрый день. Кормлю двух животных, кошку и кота. Оба стерилизованные. Уже около года. Им около десяти лет. У кота на спине была перхоть, которая не проходила. На корме, нашем корме, прошла через месяц. И более не появлялась. Ранее кормлю, как вы хотите. Это ж поймите, не просто веганские там корма, которые там только этичные. Они полносоставные. Такого нет даже в отдельно взятых. Вот просто в мясе. Ну, откуда там дегидрокварцетин будет, например. И так далее. Откуда будут некоторые биофлавоноиды. Этого просто быть не может. Наши корма лучше. Это сам. Поэтому они лечебные. Они не просто функциональное питание полноценно. Они лечебные. Ранее кормила веганским кормом бенева. Какое-то бенева. Ну, ладно. А до этого, еще в молодость, обычными кормами, их очень часто рвало. И они переедали, хотя лишнего веса не было. На этом корме стали есть значительно меньше. Кстати, в этом плане, что у нас под каждым кормом, вот на сайте nadgar.ru, расписано, если, например, вес кошки и собаки, сколько кормить. Чуть-чуть больше можно. Не страшно. Они не будут от этого жарить. Но имеют в виду, что насколько это экономно. На этом корме стали есть значительно меньше, но не сразу, а постепенно. Бывают, кстати, редкие случаи, когда не едят. Вот мы анализировали, почему наши корма. Это очень редко. Очень, но бывает. И, как правило, выяснялось так, что люди кормили такими, не буду называть марки, кормами, в которые, конечно же, добавляют такие вещества. Ну, как, например, вколы разные. Ну, чтобы человека сделать наркомана, подсадить, да, определенные вещества. Так вот, вот сюда добавляют, чтобы у кошек собак возникла абсолютная стойкая зависимость. И, конечно, они другие корма есть не хотят. Это надо перебарывать. Стали есть меньше, но сейчас их практически не рвет никогда. Только в основном травкой, когда они чистятся. Ну, видимо, что-то там дают. Стали более живыми и меньше спят. То есть, больше энергии. Это хороший показатель. И пахнут лучше. Вот опять, дорогие друзья, да, пахнут лучше. Мои животные не линяют сезонно, а с кормом и вовсе шерсти нет от них. Я думаю, что корм очень позитивно скажется на длительности жизни. А как может быть по-другому? Послушайте. Вот от того, как мы живем каждый день, любые живые существа на нашей планете, хорошо ли мы себя чувствуем или плохо, лезет ли шерсть, ну, грубо говоря, или не лезет, и так далее, и так далее, от того, пахнет ли плохо или хорошо пахнет, или нормально. Вот от этого, от всего, это значит, биохимические процессы идут как должно. В природе, поймите, заложено все на жизнь, а не на болезни и смерть. И только неправильные действия, в том числе, там, химические корма, воздух отравленный, еда, вода, вот это все влияет. Кстати, в воду советую брать шунгит, у нас есть шунгит, фракции 5,20, наливать в трехлитровые банки стеклянные, там, килограмм шунгита класть, пять банок на кухне держать, и пить на шестой день. Сами пейте, и животным давайте. Это же с фуллеренами вода, мощнейший антиоксидант. Ну, а уж если вы, вот тут, кстати, будут спрашивать про воду, будете не только себе давать воду пить водородную, вот с избыточным количеством молекулярного водорода H2 в воде, да, а идеальный показатель, близкий к 2 миллиграммам на литр чистого водорода, ну, и с ОВП в минусе, да, то есть свободными электронами. Так вот тогда это будет еще мощнейшая антиоксидантная защита. Лучше питательные вещества будут передаваться каждой клетке, а продукты метаболизма выводятся из организма. Это более активная вода. А подробно у меня на канале в YouTube есть много видео на эту тему. Ну, хотя бы вот про этот прибор Аквапен посмотрите, и вообще про физико-химические свойства воды, когда телевидение, я там когда-то давно давал интервью. Так вот, учтите это, и если вы пьете, а я советую любому человеку, кто хочет дольше прожить, пить вот эту водородную воду, лишь бы не навредить себе, никакой гадости только. Лучше ничего не покупайте, чем какие-то непонятные подделки. Только вот приборы, за которые мы отвечаем, которые мы технологии совместно там с одной фирмой зарубежной участвовали в этом создании, вот этот прибор Аквапен с двойной протонно-обменной мембраной, с абсолютной гарантией, что в воду ничего при этом процессе, это аналог электролиза, это не электролиз, это же более высокие технологии, ничего не выделяется вредного, а только молекулярный водород в избыточном количестве, что дает защиту и антиоксидантную, и улучшает ток крови, делает ее более чистую, и если вы будете помимо правильных кормов давать еще эту воду питомцам, вы увидите еще быстрее результаты положительные. Корм скажется на длительности жизни, ну естественно. Большое спасибо Ире Андричу, сотрудникам также. Да, 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 Ваш Ком. Мы им и кормили, было все нормально. Потом он закончился, ну пока период был, вот чем-то же надо их кормить. Взяли обычный какой-то корм, ну нашли там какой-то получше, там без зерновой, там что без глютена, и вот начался запах, и с кровью кал, вот. Вчера взял вот эту четвертинку этого маточного молочка, вот этого, дали коту, и корм вот этот крупный, который вот. И все, сегодня утром уже все, и запаха нет, и кал чистый, и без крови. То есть за один день вот такие изменения? Ну да, вот, за ночь, так сказать. Рыженков Сергей, у кошки подшерсток очень плотный. Ветеринар удивилась, а мы сказали, что кошка ест мало, и только этот наш корм. Хватит пачки надолго, рекомендуем. Да, это вот по шерсти еще, видите, люди примерно пишут одно и то же, но есть очень интересные особенности. Мы сейчас дойдем, будут там прям... Владимир, здравствуйте. Начну с того, что кошка попала ко мне в возрасте одного года, а до этого была у других хозяев, которые сходу приучили ее к химическим, естественно, дешевым этим кормам. Она очень привередливая к корму, но потому что ела вот эти корма. Человеческую еду не ест совсем, не кормите никогда человеческой пищей, животные будут болеть. Маленький пример, когда-то в старых лекциях я об этом говорил. Был у меня такой хороший знакомый, мы у него когда-то делали пруды, систему фильтрации, много это было лет назад, 15-20 под Истрой. Так вот, он зав был, ну, один из руководителей вот этого Курчатского института. У него была собака. Он говорит, знаете, только не подходи к моим... Ну, вот этой, к собаке, очень воняет. Я говорю, что такое? Да врачи сказали, ну, рак там в последней стадии уже свищи, гниет, умирает. Отдавал профессорам, говорит, знакомым там, значит, от медицины, от ветеринарии. Сказали, потому что ты кормил человеческой едой. А теперь задумайтесь, дорогие друзья, человеческую ли еду вы едите? Ну, об этом, впрочем, в моих лекциях. Начните с просмотра «Девять причин болезни» вот с этой лекции, если захотите. Ну, возвращаемся к животным. Я решил отучить от традиционных кормов для домашних животных и заказал наш веганский сыроедный корм. Что же первый заход был такой? Кошка понюхала и начала есть явно с удовольствием. Моей радости не было предела. Затем, через некоторое время, второй заход к кормушке и последний. Больше к этому корму она не притронулась. Что делать, не знаю. Как ее отучить от вредного корма? Вот я говорю, что редкие случаи такие бывают. Практически нетронутый пакет я отвез родителям в поселок. Там две кошки на обыкновенной человеческой еде. Мясо, молоко. Молоком не кормите, почки посадите. Рыба, картошка. Только не вареная картошка, а сырой. Вареные крупы. Кошкам корму очень понравился. Естественно, субъективно. Они даже округлились немного. Орут, требуют его. Ну, естественно. Друг у друга отбирают и еще некоторое время после съедания определенного количества ищут на полу, не завалялось ли что-то. Рекомендую однозначно. Безусловно. Беда только в том, это пеняйте, что называется, не на нас, не на наши корма. Те немногочисленные люди, у кого кошки или собаки не едят наши корма. Ну, один из 500, может быть, из 300 человек. Дело в том, что вот как раз именно вы своими кормами проанализируете, какими, чем вы кормили. Я говорить это не могу, конечно, не совсем это будет корректно, понимаете. Так вот, вы сделали зависимыми ваших животных. Это очень плохо. Ольга пишет, у меня персидский кот, и строение мордочки у него плоское, поэтому корм ему сложновато есть. Я насыпаю ему этот корм рядом с обычным для персидских кошек. Вижу, что несмотря на трудности, он трескает корм Юрия Андреевича. Но у нас есть, во-первых, мелкий корм, обычный для кошек, а есть более крупный. То есть, кому мелкий, знаете, вот крупным кошкам есть трудно, то вот этот корм я советую. Есть, пробуйте разный. Да, кстати, у нас на днях выходит корм для стерилизованных кошек и собак. А также принципиально новая позиция это мягкий корм в консервах, жестяных, покрытый внутри цирконием, то есть полностью без окисления. Так же, как мы выпускаем паштеты для людей, вот будут для кошек и собак консервы. Вы просто следите за разделом корма для животных и смотрите, какие новинки появляются. А также подпишитесь на рассылку на нашем сайте надгар.ру вот здесь внизу, написать свой адрес, вбить и нажать подписаться. И тогда вы будете получать от нас уведомления и не пропустите какие-то рассылки с новостями от нас. Александр, моему коту уже 12 лет, полгода назад полностью перешел на ваш корм. Недавно решили сделать биохимический анализ крови. Результаты отличные. Кстати, в конце очень интересное письмо, зачитаю тоже про анализы, что сказали в ветклинике. Это, кстати, передайте врачам, пусть они это видео посмотрят полностью, целиком. Результаты отличные. И с самочувствием у него тоже все в порядке. Он стал еще более игривым, чем ранее. Вот смотрите определенные зависимости. А это ведь показатель здоровья. Или у человека это показатель насколько он быстро устает. Если он не устает, значит, он относительно здоров. Это доказывает, что кошки могут спокойно обойтись без мяса и полностью жить на растительном рационе. Поймите, дорогие друзья, ведь важно не в том, в мантрах, веганский, мясоедный корм или еще какой. А что в его составе? Ведь, чтобы мы не ели или наши животные, важны те компоненты, которые составляют тот или иной корм. Вот и все. А не какое-то что-то такое священное действие. Или вера там. Это доказывает, что кошки спокойно могут обойтись без мяса и жить полностью на растительном, сыроедном, тем более рыцой. Спасибо вам большое. Моя душа спокойна. Ведь теперь я уверен, что мой кот ест качественный корм. Все так. Захар, перевели собаку с дорогих кормов на этот, на наш. То есть есть еще более дорогие корма. Естественно. И в целом собаке заметно полегчало. Собака мучилась от того, что сильно гноились глаза и чесалась вся. Сейчас еще немного совсем гноятся, но в целом собака гораздо более бодро себя чувствует. Перестала, к тому же, тяжело болеть периодически. Температура, дрожь, полная потеря аппетита, интереса к жизни. Ужас. В воду еще добавляйте, вот то, что я говорил. Кстати, а когда собаки больны, например, и кошке, можете еще маточное молочко давать и спирулину в таблетках вот эти наши. Это очень поможет. Корма понравились даже мне. А многие, кстати же, люди наши, вот клиенты, едят этот корм. Знаете почему? А потому что он полностью органический из компонентов био. Потому что он сыроедный, веганский, он такой полноценный, что для человека еще нет такого состава, но разве что вот есть фарш, который вот у нас, веганский сыроедный фарш, вот это для людей, вот он ближе приближается по составу, то есть он тоже уникален. Просто была задача, ее очень долго, сложно решали, но решили. Многие люди едят эти наши корма, вот некоторые еще скажут, что же творится, люди, вы просто не понимаете, наверное, о чем речь. Вот теперь вы, наверное, поняли о составе, который уникален, в котором есть вообще все. Корм понравился даже мне, объедают собаку иногда, вкусные гренки, ну в кавычках гренки, фролову можно поэкспериментировать со вкусами, получится сыроедные сухарики-кикерешки, а-ля для человека. Ну да, магазинный корм так не поешь, ну еще бы, это есть никому нельзя, и животному, уж тем более человеку. Если сравнивать, то магазинный корм вонючий, у фролова корма тоже имеет специфический сложный запах, а потому что белки, дорогие друзья, а как иначе, что естественно, это там же белки конопляного, амарантового протеина, другие сложные белки, они естественно имеют определенный запах, когда они соединяются с маслами и так далее, ну и потом как бы животные ели, тем более, которых вы приучили к вот этой гадости ко всей. Но он приятен и не вонючий, по вредности полезен человеческий организм, по себе скажу, что он, ну как минимум нейтрален. Елена, корм замечательный, брали на пробу маленькую упаковку. Наш коты начал есть его сразу и с удовольствием, а раньше выборочно копался, привередничал, но с другими кормами. И что поразило сразу, что когда он шел в туалет, не голосил так, как после обычного корма, видимо, полегче им по маленькому с этим кормом ходить. Безусловно, улучшается функционирование почек в первую очередь. Хотя всегда покупали хороший, дорогой корм, не в вискосы там всякие, но эта женщина пишет. Он у нас до 12 лет был всеядным, потом переболел и перешли на сухой корм. Диета и обычный хилс и другие, но этот не сравнит ни с чем. Реально другой корм. Да еще, мне кажется, что наш Джеки, сейчас ему 17 лет, даже как-то поживее стал, поактивнее. Пейте воду водородную, давайте ему вот эту, наши приборы возьмите, сами пейте и животным давайте. поезд и вот видно, что доволен и смотрит как-то заинтересованно и просит еще. Ну и мы тоже рады, будем заказывать еще. Анна пишет. Здравствуйте, спасибо большое за этот кошачий корм. Кошки жрут с удовольствием и моя, и моих знакомых. Я свою переводил этапами. Результаты ощутимы. У кошки, когда даю этот корм, из пасти не воняет вообще. Понятно? Какафи тоже не смердят. Кошка веселее стала играть своими тряпочными мышками и шариками. Показатель. Мне их чаще приходится доставать из-под шкафа, холодильника, из ботинок в коридоре. Есть пожелание, выпускайте хотя бы еще один корм, только с другим запахом. У меня кошка жуткая привереда, одной тоже долго по максимуму есть не может. Одну недельку потом менять приходится. Раньше я просто ей готовил разную еду, но надоел уже варить всякую месятину, вонище на всю квартиру. Да и потом зачем участвовать в этом деле? Вы об этом, люди, еще задумайте. Убийстве животных. А мы можем обойтись. Видите, не то, что люди, которые вообще не являются мясоедными, а именно плодоядными по своему виду, морфологии, анатомии, биохимии. А что уж говорить, даже хищников по своей природе можно перевести на веганские, сыроедные, натуральные, полноценные корма, да еще они будут выздоравливать, да еще они не будут болеть и жить будут дольше. И энергии у них будет больше. Да и потом от кошки вонь. Ну, когда вот этим всем гадостью кормили. Ну, конечно. С этими вашими кормами все гораздо проще и удобнее. Буду с нетерпением ждать расширения ассортимента. Мы будем расширять ассортимент. Ольга Гаврилова. Юрий Андреевич, здравствуйте. Сердечная благодарность за ваш труд. У моей собаки ферментная недостаточность. Больше месяца назад перевела ее на ваш сыроедный корм и стала давать фукус спирулину, ветграс, то есть проростки там пшеницы, да? Диатомиты, лисички, шитаки. Все правильно. Все с перерывами. И с едой еще ферменты и вита. Это пропионовые бактерии уникальные, которые восстанавливают работу кишечной микрофлоры. За неделю удалось восстановить микрофлору и стул стал впервые за полтора года диареи стал стабильно сформированным, понимаете? А полтора года это как у людей, ну там 10 лет, понимаете, да? И то возможно исправить все. Вы изучите, кстати, на нашем сайте про виту, про бактерии уникальные. Это еще с советских старых времен идет. Какая гадость сейчас в аптеках продаются подделки. Какие туда подонки пришли, протолкнули свою халтуру, вот эту подделку. Я просто поражаюсь. Ну и дальше там пишут про проблемы с мышечной массой, там это ладно, значит нужно это разбираться индивидуально. Ева Сова пишет, уважаемый Юрий Андреевич, ваши продукты очень хорошо помогают поддерживать здоровье. Кормили собаку вашими веганскими кормами. А сейчас перешли на другой, так как в нашу страну доставки сейчас нет, но уже есть. Спустя месяц на другом корме, хоть и на веганском, но не сыроедном, у собаки начались выпадать шерсть, стала жирная кожа. На животных сразу видно, как работает пища. Да, друзья, вот именно, видно, что видно. Всей нашей семье очень не хватает вашего фокуса, спирулины, других препаратов. Когда будет доставка в Украину, желаем вам просветания здоровья. Уже, дорогие друзья, началась. Смог наш представитель на территории Украины, он в Киеве, решить эту проблему с доставками, которую отрубили, там практически перекрыли, когда вот с коронавирусом пошла ситуация, плюс там санкции, ну понимаете, ну сейчас вроде налагали. До этого собака была на вашем сыроедном веганском корме примерно два года. Полностью веганская диета сделала ее абсолютно здоровой и активной. У нас также много писем о том, что с нуля уже два-три года, прямо с рождения, с перехода от кормления молоком на наш корм, животные растут полностью активной и здоровой уже пошла, что называется, репродукция, да? Ламии, ну ник такой, получила корм для щенка, офигительный корм, у нас есть корм теперь для щенков, наш щенок просто с первого раза налегал на него и просто с ума сходил по нему всегда, но даем по рекомендации по весу, а у нас там вес, рекомендация есть по граммам, а вот перебрали до этого кучу кормов, просто было жесть, вонючий корм, и собака воняла, из-за этих кормов жареных, в общем, как же мы рады, что появился реально офигенный продукт, я уже читаю, как есть для животных, нам супер подфартило, что мы вас узнали, наши эмоции не могут показать все, но знайте, нашей радости нет предела, перестали течь глаза, перестал чесаться, нормализовался стул, с этим была ужасная проблема, вот видите, об этом тоже люди постоянно, все и просто сейчас мы счастливы, благо вам, благо за труд, дорогие друзья, посмотрите, вот этот отрывок сейчас на одном из наших прошлых, ну скажем, когда мы ездили на ярмарки, сейчас уже нет, только через наш сайт все можно заказывать, там посмотрите, что женщина сказала про, по-моему, собаку свою, попрошу нашего помощника поставить этот отрывок. Долгое время лечили его, ну так как собака возрастная уже, долго его лечили гомеопатией, всякой разной, там печень у него была, плохие показатели и по крови, и по всяким УЗИ, там, потом я перевела его на корм Юрия Андреевича, и через, спустя полгода на его корме я сдала потом ему анализы, и врач потом смотрел, и очень сильно удивлялся, как мы хорошо подлечили собаку, но после лечения, еще прошло года два, наверное, ничего не улучшалось у собаки, то есть были стабильные ситуации, но улучшений не было. После корма, через полгода, очень сильные изменения произошли, в лучшую сторону. показатели изменились, что врач сказала, вы знаете, такое ощущение, что собак не 11 лет, а как будто ей года 2-3 всего, и сейчас он уже год на его корме, ест очень хорошо, причем раньше, вот всякие разные карманы, которые там были, покупались, он их очень плохо ел, а сейчас удалось, он их ест, я ему еще добавила, ну, он еще иногда ест фрукты и овощи, никто даже по внешним данным не может сказать, что это собаке 11 лет, он очень активный, бодрый, бегает, прыгает. Благодарю Юрию Андреевич за прекрасный собачий корм и кошачий тоже, и за чудесный шоколад. Очень все вкусно, полезно, собака счастлива, довольна, я счастлива и довольна, что он счастлив и доволен, и главное, он здоров. В общем, это такие же люди, как вот, которые пишут, просто некоторые давали мне интервью, ну, видеоинтервью. Вы, кстати, потом не поленитесь, посмотрите все по ссылкам будут видео, старые, там их всего 4, по-моему, о наших кормах, отзывы там и так далее. Ну, и вот Ламия еще тут написала дальше, что, кстати, за корм собачий благодарю, это очень крутой корм, единственный, который сделал нашу собаку счастливой. От мясных наша девочка отказывается, а этот просто сметает. Дорогие друзья, вот тут еще в чем дело. Вы поймите, что животным, вот, даже если вы будете хищника только мясом кормить, поймите, во-первых, мясо не обязательно травяного от корма, естественно, химическое, чем кормились животные в составе эти комбикорма, добавляют антибиотики, гормоны. Вы поймите, что вот животные в природе вот лечатся, они травки сами выискивают, у них, в отличие от людей, этот естественный инстинкт, чутье, связью с природой, как у людей, к сожалению, вот не прошли, они чувствуют. Мы же, зная это все, как, что лечат, за годы разработали и добавили в составы кормов определенные травы, поэтому эти корма еще до каждый день на постоянку в микродозах вот это лечебное, то, что ваши животные бы ели бы в природе, да еще если бы в этом вашем регионе, где вы живете, допустим, в деревне где-то бы жили, были бы эти травы, не факт, что они там еще есть. Природу-то изгадили, монокультуры, поля с советских времен, которые, естественно, мало где сохранялись, травы нужные, необходимые. Наталья Новосибирс, доброго дня, покупаем в Надгарде корм для животных. Кошке 14 лет, два года назад появилась опухоль молочной железы, прооперировали и озадачились лучшим содержанием питомцев. Выбор пал на корм Фролова Юрий Андреевич. Кормим новым кормом чуть больше года. Состояние животного действительно, как и было описано в отзывах, как будто она помолодела, стала более подвижной, задорной. Проблема с опухолью, к сожалению, не решилась пока. Выросла новая. Это гормональные процессы из-за отсутствия беременности. Вот тоже, видите, такой, вот должны животные, как и люди, рожать, это же естественное биологическое. Вот нельзя нарушать биологические природные ритмы и свойства. Это гормональные процессы из-за отсутствия беременности. Но в этом году при повторной операции в клинике проводились предварительный анализ. Доктор сказал, что такой биохимии он позавидовал бы сам. Администратор сказал, что лучшей биохимии в клинике он еще не видел. Все показатели в рамках нормы. Ни один не выходит за пределы. Кошка кушает только сухой корм с этого сайта. Уважаемая Наталья, я хочу сказать, можно вылечить эти опухоли. Непременно применяйте лечебные грибные препараты веселка, шитаки и рейши. Посмотрите по ссылочке еще раз рекомендацию. Все это решимо. Все возможно вылечить, когда тем более идеальный анализ на кормах. Но нужны только специфические действенные препараты, которые сама природа для этого создала. В природе грибы для всех животных являются лекарствами, как и травы. Более сильные даже, чем травы. Это надо учесть. Кстати, у меня есть по грибным препаратам много видео. Плейлист будет дан по ссылочке вот тоже в описании. Кошка кушает только сухой ваш корм вот с этого сайта и изредка не более раз в неделю балуем мойвой кусочком мяса. Живем в обычной городской квартире, на улицу кошка не выходит, то есть состав ее крови почти полностью зависит от основного питания от корма Фролова Юрия Андреевича. Для нас совершенно очевидно, что корм сбалансирован. И достаточен для полноценного здорового питания домашнего животного. Рекомендуем. Есть документы о результатах анализа. Готовы приложить сканы с благодарностью вашей постоянной покупателем из Новосибирска. Константин Лаврененко. Супер качественный корм. Из-за него только езжу каждый раз на Вегмарт. Но сейчас мы уже не ездим ни на какие выставки. Имейте ввиду, дорогие друзья, если что-то где-то увидите и будут говорить, что что-то это типа как наши или наши корма или что-то продукты питания это все вранье. Если только я лично не сообщил об этом в моем видео на моем YouTube канале. В остальных случаях это все ложь и подделка и не покупайте, не поддерживайте подлецов. Сейчас очень много подделывают наши продукты, корма, потому что желание заработать, а себестоимость их конечно гораздо у них ниже, так как это подделки, так как это естественно люди не вкладывали никакие деньги и паразитов сейчас очень много. Сами понимаете о каких паразитах человеческих я говорю. Сравнивал с другими дорогими супер премиум кормами. Они рядом не стоят, цена высокая, но мой кот наедается меньшим количеством в отличие от другого. Полтора килограмма корма в месяц съедает кот всего, представляете? Ну очень экономично, очень экономично. Инка-звезда ничего не дорого. Ну кто-то говорит дорогие ваши корма, претензии предъявляют, я вообще в шоке. Там себестоимость в разы дешевле, там тысячи процентов накрутки, вы просто не представляете из чего там делают. Это так же как с фармпрепаратами. Какие деньги на рекламу они тратят, вы понимаете, откуда это берется? На вас ложится ведь все на покупателей, а какая себестоимость до копейки, как вот химические фарминдустрии. Копейки я продаю дорого. Пишет Инка-звезда ничего не дорого. У меня собака Йорк раньше ел типа премиальный и по больницам шатались, кучу денег отдавали. И этот съезд с удовольствием и скачет, как молодой. Йорий Андреевич, подскажите, а водородная вода собакам так же полезна, как и нам, людям? Безусловно, дорогие друзья, но ведь биохимические процессы те же самые идут. Небо и земля будут, они еще будут энергичнее и здоровее ваши животные, если вы будете им давать эту воду поить. Нужно давать? Конечно, да. Купил у вас аквапен. Не нарадуюсь, но это отдельный отзыв. Кстати, напишите, пожалуйста. Ну, так вот, дорогие друзья, у меня скоро будет опять видео по воде, просто я так же соберу ваши отзывы и сделаю видео, но тут даже верить нечем, просто посмотрите вот эти старые отзывы о воде, о приборах, о том, что вот пишут люди, конечно, давайте и животным. Они проживут дольше, гораздо, кстати, вы на более короткой жизни ваших животных увидите и убедитесь, что вы, вот вы, я заявляю это ответственно, что если вы начнете, там, ну, допустим, с 30-40 лет пить эту воду, каждый день водородную, нашу вот эту воду, ну, вы, чисто математически, арифметически, я во многих видео это объяснял, почему вы проживете на 20-30-40 лет дольше. Это просто математика. Сколько клеток в день уничтожается и делится, обновляется под воздействием свободных радикалов, а если убираются воздействия свободно-радикальные, то клетки, которые погибли бы сегодня, завтра будут жить дольше. У каждой клетки есть отведенный передел жизни, поскольку это связано там с теломерами, с количеством делений в среднем, там два года клетка живет, 50-60 циклов, вот максимум. Кроме раковых и стволовых с асимметричным типом делений, которые живут вечно, можно сказать, могут обновляться, да? Так вот, вы можете влиять на этот процесс, вы можете оттянуть это время и процесс деления удлиниться. То есть, не два года, скажем, а три будет, тем более при низкокалорийном питании, но это к людям больше относится, чтобы никакой сладости, углеводов не ели, но об этом много моих видео про аутофагию, про калории там и так далее. Идем дальше. М-о-но-ли-ни, ну, по-английски. Уже два года покупаем ваш корм для кошки с почечной недостаточностью, специальные корма, ветеринары, но послушайте, вы хотите помочь животным действительно, ну и сами заработать, обращайтесь, и вы большое дело сделаете, хорошее, человеческое. Довольны и рекомендуем знакомым. Дарья Ренкова. Здравствуйте, Юрий Андреевич, подскажите, пожалуйста, мы взяли котенка и с месяца сразу стали кормить вашим кормом. Также котенок пьет воду, кормим, а какую интересно, вот вы не написали воду, но имея в виду нашу что ли, наверное, кормим строго по вашей грамотке. Можно больше давать? Можно. Сейчас даем не более 13 грамм, так как котенок весит даже меньше 700 грамм. Ему безумно нравится ваш корм, чувствует себя прекрасно, но такое ощущение, что он не наедается. Постоянно покушав, просит еще. Мы не даем, чтобы не перекормить. Да что вы, маленькие там, вы не нарушите биохимию. Давайте больше. Это просто для экономии мы пишем, ну, чтобы как бы люди видели, что вот корм экономичный. Давайте больше, конечно. Он начинает что-то с пола подбирать. Как считать, можно ли увеличить порцию при его небольшом весе? Можно. Можно. Благодарим за чудесный, уникальный корм. Уже знакомы с людьми несколько кошек, знаем, которых ваш корм фактически спас. Ну, вот, собственно, и все, что мне мой помощник прислал вот этих отзывов, которые люди, вот такие люди, как вы, пользователи наших кормов, пишут на наш сайт в разделе отзывы личные письма, письма под видеоролики о кормах наши старые. Дорогие друзья, не ленитесь, пожалуйста, пишите, помогите другим людям, чтобы они поняли, что вот огромное количество отзывов, чтобы они поняли, что это действительно корма, которые спасают, продлевают жизнь, делают жизнь ваших питомцев более качественную, активную, что вы не тратите время на посещение клиник, ваши нервы и часть вашей жизни, соответственно, о горестях того, что кошечка или собачка ваша мучаются, когда им делают процедуры, какие-то операции и так далее. Каких это денег стоит, вы можете сказать? Я вот, например, скажу, это не относится к разряду денег, тем более, что наши корма, как вы видели, дешевле некоторых премиальных суперкормов. Что еще я могу сказать? Пожалуй, все. На нашем сайте надгард.ру вы можете купить наши корма, условия, читайте, пожалуйста, покупки на нашем сайте, вообще в целом продуктов, не только кормов. Если вы по какой-то причине не имеете возможности или не хотите покупать по нашим вот минимально возможным суммам закупок, а у нас есть установленная по вполне определенным объективным причинам минимальная сумма возможного на нашем сайте заказа от 10 тысяч рублей, мы просто иначе не смогли бы работать, если бы продавали от тысячи, от двух тысяч, но имеются в виду всех, любых наших товаров и не обязательно один вид корма на эту сумму, вообще любые из 600 наших товаров хоть по одной штуке. Но тогда, вот если все-таки нет у вас такой возможности, но вы хотите, пожалуйста, есть наш, ну не наш, я отдал этот сайт моему хорошему знакомому, и он его ведет, это директор этого магазина, другой наш сайт, ну назовем его нашим, надгард.су, совет юнион на конце, там вы можете заказать и купить корм от тысячи, от двух, ну вот от любой суммы фактически, и это кому-то поможет. Но я хочу сразу предупредить, дорогие друзья, я открыл этот сайт и дал его только по одной причине, чтобы люди имели возможность, кто не имеет, покупать на любые суммы, по сути, наши товары, продукты, корма, неважно. И поддержите меня, и отнеситесь, пожалуйста, уважительно к моей вот такой просьбе и даже условию. Если вы имеете возможность, если вы уже покупали на нашем сайте или хотите, покупайте на нем. Я теряю большие средства, ну как бы отдав на управление вот этот второй сайт только для одной цели, чтобы люди, которые не имеют возможности, могли покупать хоть что-то. Понимаете? И поэтому отнеситесь и ко мне с пониманием и уважительно. Имеете возможность, покупайте только на главном нашем сайте, надгард.ру. Ну а еще раз скажу, на территории европейских стран, США и Канады, приобретайте через нашего представителя на территории Украины. Сайт называется, введете в Яндексе, Лавка Фролова в Киеве. Ну, собственно говоря, вот и все. Желаю крепкого здоровья вашим питомцам и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия всем хорошим, честным, порядочным людям. До новых встреч, до свидания.